Медиа-карта А также студенческой жизни. О самом новом, что происходит в российских вузах. И начнем мы сегодня с Республики Крым. На связь с нами выходит Диана Первых из Тавричского национального университета имени Вернадского. 5 ноября в Москве состоялась встреча Владимира Путина с молодыми историками. Преподаватель кафедры истории России Таврического национального университета Михаил Никифоров высказал мысль о необходимости создания фундаментального труда о крымской истории. Поддержав это предложение, президент Российской Федерации отметил уникальность истории полуострова. Ведь именно в Крыму, в Херсонесе крестился князь Владимир, а потом крестил Русь. Вот изначально первичная купель крещения России там, и потом и Херсонес, это же что? Это Севастополь. Вы представляете, какая связь между духовным истоком и государственной составляющей, имея в виду борьбу за это место и за Крым в целом, и за Севастополь, за Херсонес? По сути, русский народ много веков борется за то, чтобы твердой ногой встать у своей исторической духовной купели. Разумеется, было бы неплохо, наверное, если бы вы, ваши коллеги, которые именно в Крыму живут и работают, чтобы они к этой теме и обратились, и ей бы и занялись. Мы с удовольствием поддержим это, поговорим с правительством, даже на правительственном уровне поддержим. Встреча президента с молодыми историками проходила в Музее современной истории России и продемонстрировала искреннее внимание государства к современным проблемам исторической науки. В администрации президента обсуждали многие очень вопросы. Везде была заинтересованность в решении вопросов. Было очевидно, что это не встреча не для галочки, неформальная какая-то, именно направленная на то, чтобы решить какие-то проблемы. Готовы ли крымские ученые написать фундаментальную историю полуострова? Крым обладает известными научными школами. Некоторым научным направлениям, например, крымской археологии, удалось добиться мирового признания. Центром исторической науки на полуострове, несомненно, является исторический факультет Таврического национального университета имени Вернадского. Именно здесь уже заложена серьезная база для обобщающего научного описания крымской истории. Результаты постоянных исследований отражены в многочисленных и масштабных публикациях, позволяющих охватить реалии крымской жизни на протяжении многих столетий. Перед вами часть Крымовического книжного фонда, где мы можем видеть и действительно работы обобщающего характера, которые вполне могли бы претендовать на роль даже учебных пособий для спецкурсов по истории Крыма. Вот хочу ваше внимание обратить на этот внушительный том «Крым от древности до наших дней», подготовленный коллективом авторов. Вот такое издание от кемерийцев до крымчаков посвящено этнической истории нашего полуострова. Издаются периодические издания, вот такие, как «Историческое наследие Крыма». Комитет по охране культурного наследия выпустил более 20 томов, где представлены новейшие исследования в самых различных областях крымоведения и крымской истории. Конечно, написание такого обобщающего труда является нашей насущной задачей, но все для этого, как исходный стартовый материал, в нашем распоряжении имеется. Проект масштабного описания истории Крыма не ставит точку в ее изучении. Он призван обобщить уже добытые знания, но он же должен поставить перед историками новые вопросы, стимулировать новые исследования. Итак, писать крымскую историю не придется с чистого листа. Стремление крымских историков к объективности всегда защищало их открытие, выводы и оценки, от веяния моды, от политической конъюнктуры. Теперь их труды будут в полной мере востребованы Отечеством. А я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Спасибо, Диана. А мы из Северополя перемещаемся в Ставрополь. И сейчас на связь с нами выходит Елена Левенская с новостями Северокавказского федерального университета. Сергей, Северокавказский федеральный университет. Вновь рад приветствовать вас и всех телезрителей канала «Просвещение». Прошедшая неделя была богата на яркие события и новые победы наших студентов. Ребятам удалось в очередной раз блеснуть своими талантами и принять активное участие в жизни края. Подробности узнаем прямо сейчас из нашего дайджеста. В Ставрополе на базе СКФУ состоялся форум международных студентов Юга России. Представители 14 высших учебных заведений, приехавшие учиться в Россию и других государств, собрались под крышей крупнейшего вуза округа не только ради знакомства друг с другом. В течение нескольких дней их знакомили с правами и обязанностями иностранных студентов, обсуждали с ними вопросы безопасности и оформления документов. Пообщаться со студентами из своих стран приехали и представители зарубежных посольств, например, посол Сирии Риад Хадад. По приглашению многих университетов, я посещал многих университетов в Российской Федерации, я заметил, что уровень и учебный, и для студентов очень высок. СКФУ пригласил старшеклассников на День открытых дверей. До начала официальной торжественной части все институты и филиалы СКФУ представили абитуриентам свои возможности и достижения, а также подготовили зрелищные демонстрации. Поближе познакомиться с Федеральным университетом пришли более 900 старшеклассников из Краевого центра и районов Ставрополья. Где учатся самые дружные студенты? Конечно, в Северокавказском федеральном университете. Убедиться в этом смогли гости и участники второго молодежного фестиваля культур народов Ставрополья «Дом дружбы». Турнир народных игр «Богатырская сила» стал одним из самых ярких событий фестиваля. Перед началом состязаний ребятам предложили покататься на лошадях. Во все времена именно это гордое, красивое животное было верным другом и для горцев, и для казаков. Большинство студентов – городские жители. Многие из них в седле оказались впервые, но быстро освоились. На самом турнире ребята пробовали свои силы, участвуя в традиционных играх и забавах народов Кавказа. Одной из самых популярных площадок, особенно у девушек, здесь была станция стрельбы из лука. Это незабываемое впечатление, мне очень все понравилось, все классно, замечательно. На соседних площадках можно было сразиться на мечах или молотках. Среди отважившихся взять в руки оружие были и хрупкие девушки. Мне было тяжело, потому что я маленькая, и это тяжелая штука была, поэтому я, к сожалению, проиграла. Но было весело очень, и азарт был такой, чтобы спихнуть. Многих участников фестиваля заинтересовал такой вид спорта, как масс-рестлинг. Жители Кавказа с ним пока еще не знакомы. Масс-рестлинг зародился в Якутии, а на Ставропольскую землю его привезли оттуда студенты из КАИФУ. Здесь были представлены и полюбившиеся еще с прошлого года игры. Например, кубарь, чем-то напоминающий гольф, только с препятствиями, или разбей кувшин. Испытания на силу и ловкость продолжались на протяжении нескольких часов. И, судя по отзывам ребят, все они остались довольны турниром. Все, что здесь происходит, это какая-то частичка из истории, которая была возможной у наших предков. И это интересно, все-таки лишний раз окунуться в это. Мы, конечно, показали, кто здесь господин. Кто здесь? На следующий день участники фестиваля смогли направить свою энергию в новое творческое русло. В университете развернулась ярмарка ремесел Северного Кавказа. Здесь были представлены изделия местных мастериц. Самодельные игрушки, украшения, посуда, картины. Для всех участников фестиваля проходили мастер-классы. Соленого теста люди лепили фигурки обереговые, обрядовые, очень издревые. Пока одни ребята лепили из теста, другие работали над самодельными игрушками из текстиля и подручных материалов. А рядом рукодельницы показывали, как плести браслеты, создавать настенное панно и другие украшения для дома. Каждый нашел занятие по душе. Я попробовала лепить из соленого теста. Я пробовала, это уже не первый год. В прошлом году делали казаков, в этом году делают рыбок, потому что это символ удачи, счастья. Это необычное ощущение. Многие ребята на ярмарке смастерили сувениры на память о фестивале, подарившим всем много новых друзей, ярких эмоций и впечатлений. Почти две недели пролетели незаметно и еще раз подтвердили, что такое разнообразие культур и традиций – это наше богатство. И все мы – одна семья. На этом все новости на сегодня. Северо-Кавказский федеральный университет прощается с вами до следующего эфира. Я же передаю слово телеканалу «Просвещение». Спасибо, Елена. Ну а мы движемся дальше. Следующая наша остановка на медиакарте – это город Казань. И сейчас Леона Соломян расскажет нам о новостях Казанского федерального университета. Привет из Казанского федерального университета. С вами Универньюз и я Леона Сономян. Сегодня мы расскажем, что нового и интересного произошло у нас на этой неделе. Студенческий актив – лицо института и его важная часть. С целью его создания в Институте геологии и нефтегазовых технологий была открыта школа молодого лидера, на открытие которой побывал наш корреспондент Сергей Гуров. Молодежный центр «Волга» принял в своих стенах студентов Института геологии и нефтегазовых технологий в рамках школы молодого лидера. За три дня, в которые уложится программа школы, студенты-геологи прослушают лекции и мастер-классы на самые разные темы. Цель нашего мероприятия – это создание студенческого актива института. Приглашаем спикеров из различных областей, которые делятся своим опытом, проводя различные тренинги и мастер-классы. Проводились мастер-классы по ораторскому искусству, по патриотизму, по боевым искусствам, по бизнесу, по фото. То есть захотели все виды различных направлений, которые могли бы помочь дальнейшим студентам в работе, например, или в какой-то деятельности. Торжественное открытие школы молодого лидера прошло с большим размахом. Вечером первого дня работы школы для активистов была подготовлена развлекательная программа, включающая вокальные и хореографические выступления. Кроме того, перед будущими лидерами выступили представители администрации КФУ и Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан Юлия Владимировна Виноградова и Евгений Петрович Ефимов. Я приехала в тренинги, чтобы вырасти личностно, получить новые знания и задать себе начало лидера. Приехала сюда, чтобы познакомиться поближе с первокурсниками, набраться опыта. И я рада, что мои друзья организовали этот проект, который помог нам сблизиться и в дальнейшем сделать что-то, наверное, общее. Сказать, что студенты были в восторге, не сказать ничего. Будем надеяться, что оставшиеся дни их будет сопровождать столь же приподнятые настроения, а школа не закончит уже состоявшимися лидерами. Сергей Гуров, Руслан Урзаев, Универньюз. Эта неделя запомнилась нам и другими событиями, о которых расскажет Ралина Киряева. Более 30 зарубежных университетов и ведущие российские вузы на одной площадке. Это открытие четвертой международной выставки образования в России, образования за рубежом. В ней принимает участие и IT-лицей КФУ. Уже за первые часы работы выставки проектами наших юных IT-специалистов заинтересовались несколько иностранных компаний. Ежегодно осенью проходит открытие «Спортианских игр» – объединение творчества и спорта в набережной Челнинском институте Казанского федерального университета. Открытие этого сезона игр стало настоящим воплощением творчества, но это только начало. Добровольцы, волонтеры и общественники еще не раз встретятся для спортивных поединков. Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» поздравил КФУ с юбилеем. Вместо красивых слов музыканты порадовали зрителей изящным исполнением произведений великих композиторов. На концерте присутствовали как преданные поклонники, так и студенты, которые следят за творчеством оркестра и за дружбой «Ля Примавера» с КФУ. А на этом у меня все. Жду нашей встречи через неделю. Спасибо, Лена. Ну а мы из Казани перемещаемся в Красноярск. И сейчас Наталья Лаптева расскажет нам о новостях Сибирского федерального университета. Здравствуйте! В эфире новости Сибирского федерального университета. И сейчас я расскажу вам о самых ярких событиях этой недели. В научной библиотеке СФУ проходит неделя Института филологии и языковой коммуникации. Для студентов организаторы проводят экскурсии, а для преподавателей – мастер-классы по работе с информационными ресурсами. Подробности в сюжете Ламии Гусейновой. Мы готовы поделиться всеми своими знаниями, всеми своими книгами и ответить на любые самые сложные вопросы. Уже третий день в научной библиотеке СФУ идет неделя ИФИЯК. Сегодня организаторы встретились с преподавателями Сибирского федерального университета и рассказали им много интересного. Это и курсы повышения квалификации проходят, и лекции на французском языке, и лекции президентской библиотеки. То есть сейчас мы решили предложить свои информационные ресурсы для ознакомления. Преподаватели СФУ узнают, как быстро работает электронный каталог библиотеки. Его можно использовать прямо на лекции. Нужная книга найдется в течение минуты. Также организаторы объяснили, как правильно заказывать книги для своих студентов. Действительно было полезно в разных направлениях. Во-первых, было для меня полезно узнать, как делать заказ. Потому что как заведующий, как администратор кафедры, делал несколько раз заказ, не всегда он доходил до функционального значения. Но возникают такие трудности, когда преподаватель пишет произвольно свою дисциплину. Ламия Гусейнова, Анастасия Веревкина, ТВ, СФУ. 17 ноября студенты всех вузов отметили Международный день студента. Как его празднуют иностранные студенты СФУ, узнаем в сюжете Анастасии Столбоушкиной. Собственный праздник студенты отмечают по-разному. Например, иностранный студент Кэджан собирается со своими друзьями из Китая и России. Вместе они готовят разные блюда, а потом проводят праздничный вечер за беседой. А точнее языковой практикой, ведь Джан только учится говорить по-русски. Это блюдо называется цыпленок гумбао. И это блюдо очень известное в Китае. И президент Пуджин приехал в Китае. Он очень-очень любил это блюдо. Очень вкусно. Это праздник. И многие иностранные студенты собираются вместе. И весело отмечается этот праздник. Сибирский федеральный университет – это очень хороший университет в России. Но Красноярск – это город, я раньше не знаю. Но сейчас я уже привыкну. Здесь очень холодно. Я уже купил пуховый. Когда часто делать это? Ты умеешь? А, сердечко тебе? Да, да. Анастасия Столбушкина, Андрей Шицов. Новости ТВ, СФУ. СФУ стал лучшим в спортивном рейтинге российских вузов. Наш университет победил во всероссийском смотр-конкурсе в номинации «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди студентов». Выбор самого спортивного университета страны проходил по 57 критериям. Напомню, что СФУ уже во второй раз оказывается в числе лучших в спортивном рейтинге российских вузов. Команда телевидения Сибирского федерального университета также внесла свою лепту и подготовила презентационный фильм о здоровом образе жизни в СФУ. Сибирский федеральный университет. Территория здоровья. Сибирский федеральный университет. СПИ. Чем привлекательно членство в этой организации узнала Валерия Нигматулина. Я хочу вас всех поздравить с таким торжественным моментом и для всех нас, и для вас в особенности. Это открытие студенческой секции общества инженеров-нефтяников. Общество СПИ – это более 120 тысяч профессионалов нефтегазово и в сопутствующих отраслях по всему миру. Среди них порядка 30 тысяч человек – это студенты. Вот и учащиеся Тюменского госуниверситета проявили инициативу и создали в ВУЗе свое отделение СПИ. Это неординарное событие в жизни университета. Это яркий пример, как студенты могут сорганизоваться и создать что-то такое значимое, великое, которое имеет очень большое будущее и для самих студентов, и для университета. И в самом университете мы создали в последние годы целый такой замечательный пояс, я бы сказал, такую корону, в которую входят множество подразделений, которые позволяют студентам принести свою идею, воплотить ее на практике. Создание самой полной и полезной базы научно-технической информации для работников нефтегазовой отрасли – вот основная цель организации. Президент студенческого чаптора СПИ Тейрисымбаев уверен, что членство в обществе будет интересным даже тем, кто не связан с нефтегазовой отраслью. Например, есть программа волонтеров, позволяющая участвовать в международных мероприятиях под эгидой СПИ. Вообще СПИ – это организация, основанная на добровольческом движении, то есть люди могут путешествовать, развивать навыки коммуникации, лидерские качества, навыки владения иностранными языками. И также одной целью СПИ является сближение профессионалов и студентов, и не только в метегазовой отрасли, поскольку даже в компаниях данного сектора работают и юристы, и экономисты, и люди других направлений. На открытие пришли не только старшекурсники, но и заинтересованные студенты первого курса. Я узнала на сайте ТГУ, прочитала объявления. До этого я интересовалась этой тематикой. Также видела это сообщество в Тюменском государственном нефтегазовом университете. Такая активность студентов очень отрадана для преподавателей и руководства Тюменского госуниверситета. Ведь польза от создания сообщества инженеров-нефтяников в альмаматор очевидна. Членство дает очень много и для студентов, и для аспирантов, и для преподавателей, и даже для руководителей ВУЗа, потому что повышается качество научных исследований и качество подготовки выпускаемых нами специалистов. А это означает, что Тюменский университет займет совершенно новое, достойное место в сообществе ВУЗов, которые готовят инженеров в области нефтегазовой промышленности. Напомним, что в сентябре Тюменский госуниверситет посетил президент Международного сообщества инженеров-нефтяников Джефф Спад. В Тюмени впервые прошел молодежный инновационный форум, в рамках которого свои разработки представили молодые изобретатели. Вместе с ними заглянул в будущее Георгий Елаев. Тот факт, что высокие технологии стали повседневностью, не вызывает сомнений. Сибирские кулибины выкатили целый ворох свежих идей. Тюменский госуниверситет не остался в стороне. Специалисты ВУЗа провели мастер-классы и в очередной раз продемонстрировали возможности технологической базы университета. У нас есть школьник из школы одаренных Тюменского госуниверситета, который хочет поступить в Массачусетский университет. То есть уже сейчас хочет. Он занимается математикой. То есть будучи уже сейчас в четвертом классе, он изучает интегралы пытается. То есть логично, что он все-таки будет стремиться к этому. У него есть интерес. А когда есть интерес свой, не подельный, личный, никогда его вдалкивают в голову, это все-таки другое. И человек все-таки будет идти к своей цели. Если он задумался уже сейчас, если его будут поддерживать, а фоклап это то место, где все-таки поддерживают такие идеи, то он, наверное, придет к ней. Приехали на форум и умельцы из филиалов Тюмгу, Высшиме и Тобольске. И удивили всех своими разработками в сфере высокотехнологичного образования для детей. В первые дни, когда они приходят только на первые занятия, у них удивление очень большое. То есть они видят робот, то есть они не знают, что это. И у них эта радость такая, что он ездит, что-то двигается. Как-то он может там по линии что-то ездить, передвигать, что-то перемещать. И они с удовольствием просто начинают этим заниматься. Она представляет себе вот что-то типа этого. А выглядит она уже, получается, как фотоаппарат. Наводим на перкод, она считывает и продолжаем работать. То есть у каждого телефона может быть любая картинка, которую, допустим, ты хочешь представить. Вот именно, картинку, видеоматериал абсолютно. Потому что каждый второй-третий ученик в наше время, в мое время не было, скажем, такого удовольствия иметь такой гаджет. У меня было простойки, скажем, кирпич кнопочный, черно-белый. А теперь у каждого ребенка есть. Родители покупают им дабы, чтобы связаться с ребенком. А они как? То есть в предмет документарного цикла. Они сидят в игры, играют, либо в соцсетях сидят. И вот как им, то есть объяснить, что их игрушка, ну это, получается, у меня акцент делается на среднее звено с пятого по девятый класс, а точнее с пятого по седьмой. То есть нужно начать поэтапно с фундамента, заинтересовать детей, что историю интересно изучать, это интересный предмет. Ну как их убедить в этом? А вот с помощью их любимых гаджетов. Инновации перестали быть инновациями в привычном смысле этого слова. Теперь за дело берутся свежие умы, которые внедряют высокие технологии в нашу привычную реальность. В Тюмгу собрали первый в этом году общий университетский старостат. О ключевых темах расскажет Юлия Попова. Первый вопрос на повестке дня – итоги летней экзаменационной сессии. Ольга Быкова отметила повышение уровня качественной и абсолютной успеваемости. Но есть еще много студентов, которые сессию не закрыли. На момент сдачи сессии обязаны сессию были сдавать 7038 человек. Дальше, если вы посмотрите на слайде, своевременно сдали сессию 71%. И дальше в разбивке, если посмотреть на отлично 15%, на хорошо и отлично 30%, на смешанные оценки 23% и на удовлетворительно 3% студентов. Чтобы не быть отчисленным, ликвидировать задолженности нужно не позднее, чем за две недели до начала зимней сессии. Что касается стипендиального обеспечения, произошло повышение денежного поощрения с целью стимуляции обучающихся. Сейчас эта сумма составляет от 8 до 12 тысяч рублей. Причем получать ее теперь могут даже первокурсники. Изменения коснулись и социальной стипендии. Теперь она будет назначаться с момента предоставления заявления и документов, подтверждающих ту или иную льготу. Актуальным оказался и третий пункт повестки дня. Говоря об антикоррупционных мерах, Ольга Загвезинская привела пример одного из тюменских вузов, где недавно 15 студентов были осуждены за дачу взятки. Преподаватель предложила как раз староста групп, трех групп, собрать по тысяче рублей за сдачу зачета. В результате было поставлено 70 зачетов, но собрано было 66 тысяч. Видимо, тем активистам, кто собирал деньги, поставили без денежной компенсации. Обвинительный приговор вынесли и преподавателю. Советник ректора предостерегла всех от подобных противоправных действий. В качестве наглядности старостам показали видео, снятое скрытой камерой. В ходе расследования было установлено, что один из студентов вуза передал преподавателю взятку, за что получил незаконный зачет по предмету правоведения. У него есть такое предложение, вот там на кафедру встанье, и поставьте, давайте я поставлю. Идет такой вариант? Четвертым пунктом на повестке дня стала организация и проведение социально-психологического тестирования среди учащихся первых-третьих курсов. Запущено оно с 6 ноября, проходит в режиме онлайн, результаты абсолютно конфиденциальны. Больше видеоновостей Тюменского госуниверситета на портале Тюмгу в интернете utmn.ru Сергей, передаю вам слово. Спасибо, Екатерина. Но наша финальная сегодняшняя установка на медиакарте – это город Ухта. И я передаю слово Полине Бестраковой. Она расскажет нам о новостях Ухтинского государственного технического университета. Добрый день, Сергей. На минувшей неделе наш Северный вуз провел ежегодную конференцию, посвященную разработке и добыче тяжелой нефти. Самые младшие воспитанники нашего университета поделились своими новыми знаниями об Альма-Матре, а студенты-пиарщики устроили праздник чтения. Научный семинар «Проблемы разработки и эксплуатации месторождений высоковязких нефти и битумов» проводится в УГТУ восьмой раз и стал мощной площадкой для изучения и обсуждения проблем добычи и разработки тяжелой нефти. Ухтинская конференция уникальна тем, что здесь можно получить знания, накопленные при разработке месторождений Яриги и Усинска. Поэтому семинар интересен ученым и промышленникам из разных регионов. Так, со своим докладом выступил представитель российско-вьетнамской компании «Газпром Вьет» Павел Вишневский. Выпускник УГТУ, а ныне замдиректора по перспективному развитию, он представил проект системы, оценивающей риски при добыче нефти на приразломном месторождении. Морская платформа в Печорском море – это первый опыт России в освоении богатств арктического шельфа. Система, которую разрабатывают в «Газпром Вьет» в сочетании с оценками экспертных групп, позволит более точно просчитывать риски при работе приразломной, что снизит вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Платформа в мире, очень часто происходят аварии и всяческие нестандартные ситуации, которые надо каким-то образом минимизировать. Наверное, уйти совсем от этого не сможем, но минимум сделать того, чтобы это происходило, мы обязаны. Всего на конференции работало три секции, посвященные актуальным вопросам отрасли. Ахват тем широкий – от проблем разработки месторождений и транспортировки нефти до использования новых технологий в исследованиях. Петербургская компания «Ниншанс Сайентифик» рассказала о применении рентгеновского микротомографа в нефтегазовой отрасли. Современные системы позволяют делать 2D и 3D модели кернов с реальных месторождений, что дает возможность их исследования. Можно выяснить не просто строение образца породы, но и посчитать некоторые характеристики и построить трехмерную модель кернов. Это похоже на томографию, на обычную медицинскую томографию. Единственная разница в том, что у вас не система, источник детектора вращается вокруг образца, а образец вращается с этой системой. Имеет очень широкое применение, не только нефтяное, оно и как контроль качества, то есть это и в электронной промышленности. Очень супер применяется в леонике для исследования современных композиционных материалов. С недетской ответственностью подготовились к конференции под названием «Мы частичка УГТУ» ученики начальной школы Росток, которая входит в структуру нашего вуза. Итог месяца, за который накопили новые знания о Бухтинском университете, ребята подвели 14 ноября. Каждый из классов выбрал свою тему и отрепетировал выступление. Преподаватель 4-го класса Александра Ивановна воспитанниками довольна. Говорит, заинтересованность налицо. Мы в библиотеку ходили, разговаривали со студентами, встречались. Дальше классные часы проводили, где рассказывали об университете. Одни рассказали об истории вуза, другие об иностранных студентах и спортсменах Угтинского университета. Правда, таким профессиям, которые интересуют ребят в УГТУ, пока не обучают. Хотелось бы стать врачом детским зубным. Я бы хотел стать каскадером. Мне нравится эта профессия, очень такая заинтригованная, энергичная. Там нужно иметь очень много храбрости. Праздник чтения организовали студенты специальности рекламы и связи с общественностью. Цель – повысить интерес сверстников к литературе и напомнить о преимуществах бумажных изданий. А на кафедре пиарщиков появилось полка странствующих книг. Продолжит тему мой коллега Владимир Гаас. Гостей праздника чтения встречала сотрудница читального зала, она же королева книг и студенты-пиарщики. Они рассказали об истории книги в России и мире и о преимуществах бумажных изданий над электронными аналогами. Также в читальном зале прошла выставка учебной литературы. Но самым ожидаемым событием праздника стало открытие полки буккроссинга. Буккроссинг – это международное движение свободного отмена книгами, частью которого теперь стал и Угтинский вуз. Любой студент УГТУ может бесплатно взять понравившееся издание с этой полки. После прочтения его можно оставить в любом корпусе университета. И уже кто-то другой сможет взять книгу. Вообще сейчас проходит неделя буккроссинг-волны по всей России. И нам так понравилось. Мы решили вообще привязать это событие к нам в рамках УГТУ. Такими событиями запомнилась минувшая неделя в Угтинском государственном техническом университете. Телестудия УГТУ специально для телеканала «Просвещение». Сергей? Ну вот и подошел к концу сегодняшний выпуск информационного проекта «Медиакарта» Высшая школа России. Я благодарю всех коллег, принимающих участие в его создании. Если в ваш вуз участвовать участник проекта, пишите нам на электронную почту. Мэп Собака. Просвещение.ТВ Увидимся на следующей неделе.